Более 30 лет назад в трудовой книжке Алексея Ляпина появилась запись «Принят в газету «Коммунист»» на должность корреспондента. В СМИ пришел после работы в техникуме, когда понял, что это не его. Эта работа меня не устраивала. Надо было искать что-то серьезное, интересное. И так получилось, что это серьезное и интересное я нашел в редакции газеты «Коммунист», куда меня приняли по рекомендации Вадима Николаевича Ляпина, отца моего, который был внештатный корреспондент, активно сотрудничал с газетой. Главным редактором «Коммуниста» тогда был Лев Александрович Амарантов, вспоминает Алексей Вадимович. Молодого корреспондента определили в отдел промышленности, строительства и транспорта, затем в сельскохозяйственное направление. В те годы основные темы публикации были в унисон политики КПСС. Были социалистические соревнования, главная тема, ударный труд, предприятия, организации, колхозов, совхозов, выполнение плановых показателей, экономика, уборка урожая. Был уже социалистический строй. Коммунистическая партия была нашей рулевой. И вот освещалась и темой праздников социалистических в Азете, сдавалась доска почета, куда заносились к праздникам лучшие предприятия, организации, колхозы, совхозы. Эта тема из разряда партии сказала. А вот для души публикация о людях, передовиках, которые ударно трудились на производстве в полях. Полхозы, совхозы, причем нередко без редакционного транспорта, на попутках, с хлебоприемного предприятия, на машинах, которые везут хлеб. Ездили на полевые станы, на фермы. Алексей Владимирович, вы сразу поняли, что газеты – это ваше дело? Ну, в принципе, наверное, да. 27 октября 1987 год. Запись в трудовой книжке. Назначен на должность главного редактора газеты. Высокая должность оказалась по плечу. Предыдущая моя работа, можно сказать, без ложной скромности, она меня подготовила к этой работе, потому что я в газете прошел практически все должности. Был корреспондентом, тогда был должен заведующим отделом, сейчас заведующим отделом, заместителем главного редактора. Из 30-летнего периода работы главным редактором Алексей Ляпин вспоминает немало самых разных ситуаций. Были казусы, опечатки были и такие, что шли вразрез с мнением вышестоящего руководства. Однажды, к юбилею очередной революции, мы опубликовали материал соответствующий. И там была такая фраза, солдаты и матросы дружно пошли на штурм Смольного вместо штурма Зимнего. Вот такие были моменты. А если вот серьезный был такой момент, когда в августе 91-го года случился путь, то единственная газета, которая не опубликовала материалы ГКЧП в Тамбовской области, это была газета «Коммунист». Не знаю, хорошо это или плохо, но это исторические факты. После путча 91-го года изменилось многое. В том числе изменилось и название маршанской газеты. «Коммунист» уступил место согласию. Газета больше стала уделять внимание тем темам, которые волнуют людей. Это не только труд на производстве. Стали публиковаться материалы о здоровье. Мы начали выпускать православные странички, рассказывающие. Тогда эта рубрика называлась «Здоровый храм». Начали публиковать полезные советы. 30 лет на посту главного редактора. Если говорить о стаже на этой должности, то, пожалуй, Алексей Вадимович Ляпин издание возглавляет дольше его предыдущих коллег. Тот же Лев Амарантов был 27 лет, предшественники и того меньше. Сегодня главный редактор и весь коллектив «Согласия» готовится встретить знаменательную дату уже в истории СМИ. В 2018 году маршанской газете ровно 100 лет.